Ну что, киса, в гости идёшь, да? Хе-хе, ты что, не спится тебе, да? Здорово-здорово, ещё раз! Котейка! Котейка-тока! Девочка наша! Без слухи, они вот эти вот выведены искусственно. И такие вот хвосты у них маленькие, ножки вот так вот, как бы такая ходит. Спинка горбиком. Ну, безобидное животное такое. Привет! О, ё-моё! Приятная такая-то самая. В доме... В доме живность. Безобидная. Всем привет! Привет подписчикам канала! Привет тем, кто случайно зашёл на огонёк. Вот просто случайно. Сегодня вот такой формат видео, да? Киса, ты мне камеру сшибёшь. Хочу просто рассказать про свою снасть. Ну, и как бы это самое. Не для того, чтобы было там больше у меня... Роликов на канале, там. Просто вдруг кому-то понадобится, ну... Встретиться с такой ситуацией. Киса, еди не трюс, я бы... Тремогу. Ситуация такая сложится, ну и это самое. Вдруг кому-то это видео поможет. Вот. Допустим, Опытным рыбакам это... Ну... Они сами знаете, что... Что у них делать. Вот. Давай. Пошла сюда, бриц. Обиделась. А вот новичкам... Ну вот случилось всё. Вот, короче... Меньше слов, больше дела. Удочка. Шиманна написана. Сейчас переписывать придётся из-за тебя. Давай. Шимана написана. Бейст мастер. Да, пятиметровка. Вот этот формат, как бы... Длина транспортировочная, мне чем нравится. Мало места занимает. Есть у меня... Опять идёт. Есть у меня и... Побольше удочки поплавочные, да? Ну вот... С этим легче перевозить. Вот всё так, коротко. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Тут я, как бы... Выбор каждого. Рыбачил я... В 19-м году, 4-го мая. И вот 4-го мая... Это удочка. И ещё вот две я картинки найду в интернете. Они у меня в гараже. Покажу, какие. Купил название. Не хреки я, что-то такое там. Короче, это шамановский тоже. Покажу картинку здесь вырезать. Рыбачил я 4-го мая. Ролик, пожалуйста, кто хочет, посмотрите. Наратана рыбачил. На Ксимовке, Омской области. Паренёк с вот этой вот удочкой, с этой глиненькой. Ходил, смотрю, такая, ну, как бы симпатичная. Понравилась. Я говорю, ты где брал? Он говорит, в Полтавке у нас. Я срываюсь в Полтавку, приезжаю. Нету. Продавец говорит, ну, у нас, говорит, этот магазинчик в Щербакуле. Говорит, там есть. Ну, я думаю, ладно, мне всё равно в сторону города ехать. Щербакуль по дороге заеду. Вот заехал. Вот эта удочка и 6-метровая, значит, цены. Вот эта удочка и 5-метровая, тоже такая же. 5-6 метров. Я говорю, по 1000 рублей. Это был 19-й год. Сейчас они подороже. Они сейчас 1350, 1300. Тогда были по 1000 рублей. Ну, может быть, ещё что, населённый пункт такой, это самый, областной. Может быть, там ценный такой был. Ну, как бы в городе я их не видел ещё. В 19-м году. Я говорю, продавцу, я говорю, у вас все три заберу. Скидочка будет, нет. Он говорит, сейчас хозяину позвоню. Так и так. Опять столько болтовни. Так и так, хотят 3 удочки взять, скидку можно сделать. Он говорит, да, сделай, по 900 рублей отдай. Вот, всё, 900 рублей одна, 900 рублей 5-метровая, 900 рублей 6-метровая. Отребачил я ей 19-й год. Этими удочками 20-й. И вот осенью, вот именно эту удочку, осенью я, она была разложена, я её ловил. Поленился, я обойти, она лежала вот так вот, то есть комлем сюда, хлыстиком сюда, поленился, обойти здесь. И светлая голова моя такая, прям вообще, сейчас вот эту вот резиночку я сделал специально, чтобы как бы поставить, она не всегда здесь. И её, чтобы вот так вот, когда крутить, чтобы она не в это самое, для ролика. Вот, она была вот так вот разложена, вот. И я вот за это место, за второе колено, решил поднять вот всё это вот богатство, что там, ну, себе и это самое взять. Вот так она поднимается, ну, держится, да. Вот, а когда она разложенная, у неё, как бы, центр тяжести вообще, он не пойми где там, а там. И вот это вот второе колено у неё сломалось. Это было поздней осенью. Ну, ладно, рыбалка там, как бы, уже заканчивалась, зима на носу. Но поломалась вот эта штука. Думаю, что-нибудь я за зиму придумаю. За зиму я что придумал? Ну, весна настаёт, настаёт, наступает весна, надо рыбачить. Одочка, как бы, поломана. Ну, она мне, блин, любимая, можно сказать. У меня ещё там есть старая-старая-старая, 300 лет ей уже, тоже любимая. А-а-а, матча ваудилища. Ну, и поехал я, короче, по магазинам. Опять вот это не реклама вообще ни о чём, никак. Просто вдруг кому-то вот это вот случится и скажут, о, беда, беда, надо бежать к мастеру. Или ещё что-то, или где взять, если у самого, ну, руки, это самое, нормально, может, что-то хоть там смастерить. На хитром рынке, 166 контейнер опять, опять кто-то напишет, а, рекламу гонишь, нет, нет, это просто совет, где взять. Короче, поехал, взял вот это вот, второе колено, приобрел 100 рублей. И, ну, самое, у меня были хлыстики, но я всё равно купил ещё, хлыстики были вот такие вот, карбоновые, для зимних удочек, ну, делать, сам делаю иногда, а делать нечего. Ну, прикупил ещё, думаю, где-то самое, а так вот, 4, 0, 5, 2, есть 3, 8, то есть потоньше, 4, 6, по-моему, 4, 8, то есть разный размер, что перечисляю. Взял, у них нету здесь отверстия, они цельные, вот, они цельные. У моей, вот этой, которая поломанная, то есть, производитель, вот эта вот, часть вот эта вот сломалась, вот эта вот штуковина, вот она поломала. Вот он, хлыстик, вот этой, от этой удочки, здесь был тюльпанчик, здесь отверстие. Думаю, раз это самое, я уж меняю, я поставлю без отверстия, цельно литую, или как она там, цельно свареную, хлыст, он всё-таки понадежный. Чем вот это вот самое. Мне было бы, счастье, да не счастье помогло. Снял отсюда тюльпанчик, снимается очень легко, нагреваешь зажигалкой, сейчас, берёте тряпочку, ручку, ой, в руки тряпочку, чтобы не обжечь, вот, сдёрнули, вот, всё, сдёрнули. Сейчас я вот здесь, я же здесь всё приготовил, чтоб ролик не растягивать. Вот этот тюльпанчик, не знаю, сфокусируется, нет, камера, на белом покажу, я тут в чёрном, я сижу, не видно, вот, вот, тюльпанчик. Ну и всё, и это самое, осталось мне только по размеру отрезать вот эту вот купленную трубку, чтобы она сюда заходила, в следующее колено там, упиралась, вот, всё. И вот этот вот хлыст, цельный хлыст, сейчас я его сюда вот так вот, чтобы он тоже накинул, это самое, чтобы, а то это вылетает. Вот, цельный хлыст тоже ставил сюда, обрезал его как надо, здесь он был по длине чуть-чуть, тоненький, 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 вот, так, это самое. А осталось, короче, ставил, по размеру всё обрезал, осталось вот только на клей посадить и приклеить. Ну, как бы, думаю, ладно, раз тут это с вами такое дело, заехал, теперь уже другой магазин, Поплавок, да, на набережной. Ну, почти на набережной, улицу не помню. Как бы так показать, ладно, вот так покажу. У него плавающие или скользящие колечки, вот, вот такого плана, ой, не знаю, ну, может быть, крупным планом, сниму, вот, которые, как бы, вот сюда одеваешь, и, и это самое, а здесь, ну, тюльпанчик, то есть насажу сразу, чтобы было вот, вот это вот колечко. Ну, взял два. Одно чуть-чуть побольше, чуть-чуть поменьше. Вот, вот так вот будет правильно его. Думаю, пусть будет два. Хлыстик разгрузится. Вот, купил, теперь у меня будет вот здесь вот колечко, и вот здесь колечко. И лесочка будет идти вот так вот, по кольцам, и будет напряжение более-менее равномерное. Фу, вот и все, вот и рассказал. Еще надо ее, конечно же, это самое, на леску тут все понадевать, но это у меня все в гараже. Как оснащать свою удочку, вот эту вот удочку я, это самое, досниму этот ролик и покажу до конца. Мы как-то перенесемся в другую локацию, и я покажу, как я оснащаю поплавочек этот. Может быть, сделаю поплавок, сюда поставлю такой, чтобы стопорочки из ниточек, чтобы можно было поднять, потому что есть некоторые водоемы, где у нас глубина больше, чем удилища, и надо закинуть подальше из ниточек на леску стопорок, и плавающий, скользящий поплавок будет стопориться у этих ниточек. А может быть, обычно сделаю, как это самое, на эту удочку, а на те, как бы, переоснащу, просто это самое, на дыбал место, езжу туда. Там глубина 15 метров. Котлова до этого взрывного, карась хороший. И вот, ну, чтобы пройти, сами понимаете, чтобы пройти все кольца, там, надо что-то такое, чтобы грузилка упала на дно, и вот поплавочек все эти 15 метров, тут никакой длины, где еще не хватит. Ну, вот так вот все вроде бы рассказал, рассказал про... про все эти дела, про удочки, про что мне больше, как бы, ну, ближе нравится, вот такой размер. Рассказал, про это рассказал, про это рассказал. Ну, ладно, сейчас пойдем сгрузим, сгрузим это самое, скинем это все на компьютер, посмотрим, что, может, допишем, что-нибудь, а может быть, и нормально будет. Сейчас кинул на компьютер, посмотрел, что записал, и про одну вещь не рассказал. 12 минут получается вот это. Ну, кому покажется длинный ролик, можете, ну, не смотреть, кому не интересно, тоже можете не смотреть. Тут кому интересно, тот можете поставить на скорость, чуть-чуть побыстрее, я и так шепелевлю, а еще и скорость, если изменится, то вообще не будет быть непонятно. Ну, короче, вот я про вот этот момент не упустил, не рассказал. Когда вставил вот это колено, которое я поломал, у меня уже здесь... на ножке колечко, я его срезал ножичком, лак вот этот вот, вот с этой поломанной ниточкой. И вот, конечно, можно было показывать это, как я делал, но я делал там, день делал, потом через какое-то время рассказывал вот, как бы устно. На конец вот этого второго колена примерил старое колечко, вот это на ножке. клей секундный капнул, зафиксировал его, потом оно, это самое, схватилось, как бы ниточкой обмотал вокруг и развел бокситку. Ну, вот, как бы, что получилось, хочу показать. В принципе, вот так вот издалека, ну, незаметно, ничего, все нормально. Ну, что, что вот это вот, ну да, но подлиннее, чуть-чуть аккуратней. Тут, тут сам. Развел бокситку, чтобы она вот прозрачная, чтобы она покрасилась из пасты шариковой ручки. Капельку выдал в эту бокситку, размешал, она получилась черного цвета. Но, видимо, капнул много. Соотношение вот этого зацверлителя самой бокситки и вот этой краски с этого самого состежня получилось, ну, не такое, как бы, долго застывало. А вот его наносишь, и чтобы капелька это, это я рассказываю не профессионалам, это я рассказываю тем, кто, ну, на коленке что-то мастерить собрался. Вот так вот крутишь его, чтобы эта капелька равномерно распределилась, а не свисала. И вот это вот я два часа, станочка нет, вручную крутил, пока она, да, и бокситочка не схватилась. Вот, два часа пришлось крутить. Вот, ну, и получилась вот такая вот капелька, более-менее такая вот, это самое, вот. Ну, ровная и черная такого цвета. Ну, вот про это я упустил, сейчас вот дорассказываю. Ну, получилось, как бы, не шиблеск, красота, что можно там на продажу выставлять, а для себя, ну, вот, такой вариант, как бы, ничего сложного. Ну, вот, вот, вот. Субтитры сделал DimaTorzok